В городском округе при поддержке Люберецкого благочиния состоялся первый пасхальный фестиваль. Организаторы подготовили для горожан несколько интерактивных площадок, где можно было пострелять из лука, сшить куклу или слепить на гончарном круге горшок. На фестивале побывала и наша съемочная группа. Празднование Пасхи в городском округе завершили фестивали. На несколько часов центральный парк стал одной большой интерактивной площадкой. И каждому находилось дело по душе. В мастерске по изготовлению кукол, кузница, где каждый мог выковать из металла произведения искусства. По соседству в гончарной мастерской учили делать глиняный горшок или вазу. На фестивале в прямом смысле можно было прикоснуться к истории, надеть шлем средневекового воина и подержать настоящий меч. Вот это богатый княжеского уровня меч, а вот там меч чуть попроще. Здесь нет богатого украшения, здесь нет позолота или посеребрения, просто стальной. То есть вот такой меч носил дружинник. У главной сцены фестиваля установили звонницу, и любой мог ударить в колокола. Илья Федоров с августа прошлого года учится в Красковском храме на звонаря. Юноша признается, на фестивале решил симпровизировать, хотя и разучил множество звонов. Сузовский звон есть, есть обычный звон. Вообще рисунки, они как бы придумываются сами. Они очень мелодичные, очень красивый хороший звук. Мне просто нравится играть. На пасхальный фестиваль в Люберце приехал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Он осмотрел площадки фестиваля и поздравил с праздником. Днем же он мироносец. Дорогие сестры, а именно так в православной традиции принято обращаться к женщинам Божьей помощи, мира, добра в семье, чтобы детки вас слушались, чтобы супруги ваши составляли единую, цельную, Богом установленную общность, муж и жена. И тогда в нашем мире будет больше счастья. Первый в истории городского округа Люберцы пасхальный фестиваль посетили несколько тысяч человек. Организаторы не исключают, что теперь он станет постоянным.